Добрый день, уважаемые зрители! Наверняка все любители Dota уже вовсю следят за ESL и не могли обойти стороной также Адреналин Сайберлигу ведь сегодня второй игровой день и сегодня группа B у нас играет Вы посмотрите на все команды, оставшиеся За микрофонами первую часть игрового дня Мэлшторм и Джем для вас проведут Да, всем привет, здравствуйте Да, ну и первые команды уже готовы, уже драфтят как всегда у нас все строго по расписанию Вега с их новым составом и Винстрайк с их новым составом Великий и ужасный Лил Да, это правда Вчера у нас не особо, ну там одна карта только была такая насыщенная на действия остальные какие-то довольно скучные, одноколеточные были Посмотрим, как у нас дела будут обстоять в группе B Сегодня? Ну ладно, вчера было две Там была одна, где Голды сделали такой небольшой камбэк и одна там с разменными тронами Но действительно, это вот две из шести А остальные были прям вообще совсем печальные Посмотрим, что будет сегодня Насколько уровень игроков, команд равный Все-таки здесь фаворитами являются Винстрайк Понятное дело Но Вега, в общем-то, такая темная лошадка Посмотрим Да, но у нас тут опять же у Веги пока что все по дефолту Дарксир появляется Странно, что мы думаем не увидим, потому что Дум в бане Потому что вчера мы видели, как на протяжении практически всего нашего дня с тобой рабочего Как Дум против Дарксира хорошо работает И против его доминированных крипов Да, ну вот, наверное, поэтому и выбирают стратегию подзабанить И взять самим Дарксира Точнее, соперник забирает Дарксира Глядя на это, это логично абсолютно Опять же Все-таки вот эта стратегия через Мидасы, поедание крипов с Доминатором Вообще, Доминатор, по-моему, против Дума это слишком Ну да, это слишком сильно его бустят Я согласен полностью Ну и сразу же слушай вторым пиком Джиггернаут от команды Винстрайк Решили вот так вот Раскрывать дальше, что будут себе забирать Просто обычно мы коров видим под конец Обычно, если брать коров на начало Это только если тролль, который, бывает, залетает чуть ли не первым пиком Иногда Но чтобы Джиггернаут вот так рано брали Я что-то не могу припомнить даже Ну, в общем-то, Джиггернаут тоже Потому что он такой, получается, герой универсальный Ну и вот, собственно, ответ тролль Герой универсальный Есть магический урон с Блэйд Фьюри, с одной стороны Есть Омни Слэш Есть Физика Есть Подхил в виде Хилен Варда Магическая Уневязвимость Короче, куча всего есть Но не сказать, что это вот прям там Самый жесткий хардкэрри С другой стороны Если он собирает себе кучу шмоток Он может выдавать очень серьезный урон Ну, все-таки считается, что Есть кэрри пожестче, чем Джиггернаут Там тот же Террор Блейд, например, какой-нибудь Но он не такой универсальный С другой стороны Да Ну и начинает избавляться потихонечку От оффлейнеров В Ега Сквадроны Смотрю, Бэтрайдер отправляется в бан Избавились от Рейзера Также Крайне популярный персонаж В последнее время Вот Ну, а тут пока что Бейн отправился в бан От команды Винстрайк Да, начинают банить героев Которые Ну, Бейн может Джиггернаута подцепить Вертушки Про Бэтрайдера Ничего не могу сказать Возможно, сигнатурка какая-то Ну, часто Винстрайк с ним играли Может быть, просто Веге не очень хочется Против этого персонажа ОД это логично Потому что тролль включает ультимейт ОД там Ждет пару секунд Прячет его И все И тролль погибает Это крайне Или даже сразу Прячет на лох-эп Троллю приходится не сладко Вчера мы видели Как и Медуза Хорошо тоже работает Против тролля Как только тролль Нажимал ультимейт Сразу превращался в камень Ну, практически всегда За исключением Там одной ошибки от нее Правда, по-моему В итоге Медуза и проиграла Да Ну, там было не в этом дело То есть Медуза, безусловно Круто работает против тролля Там скорее В целом был какой-то Супер-сноубол И у Медузы было Слишком мало И все равно Она была Хоть сколько-то эффективна Банда с профит И пик Магнуса Ну вот Джаггера усиливают Сразу Теперь уже Джаггернаут Потенциально Очень жесткий Потому что Он будет быстрее Собирать арты Ему не нужно Собирать себе БФ Вместо этого Он может сделать Какой-то другой слот Более эффективный А сплэш Ему даст Магнус Так Ну чем будет отвечать Вега Сразу же Винтер Виверна Появляется Недолго думаю Это стандартный ответ На Магнуса Вот Ну да То есть Он ультует Даешь ему Винтерскерс И он никого не увозит И никто не может Подойти Что самое главное В РП Магнуса Что-то там Добавить Потому что Магнус в Винтерскерсе Такая вот Неочевидная Контра То есть Много героев-то есть Да Которые могут Магнуса Остановить Но вот именно Винтер Виверна Считается Одним из Супер Контрпиков И Против Магнуса Всегда забирается Ну часто забирается Пока непонятно Опять же Какой позиции Магнус 4 2 Может быть 3 Да Здесь вариантов Еще много Куда его можно отправить Ну обычно Его любят Как Последний раз Магнуса Я видел Это Именно Сопортящего Магнуса На линии Которая Периодически пытался Кого-то там Отвозить Под Тауэр На Скювере И там Может делать Фраги Причем Кстати Самое забавное Что два раза По-моему На моей памяти Удавалось Это сделать Но По итогу Вообще В целом Магнус Смотрелся Так Немножко Блекло Но это В той Игре Посмотрим Как будет Здесь Но уже Как минимум Баф Имеется Под Джиггернаут Это Приятно И вот Кстати Оффлейнер Появляется В итоге Для В мид Ну это Саппорт Магнус Либо Саппорт Мид Это Что-то Из серии Фантастика Это правда Темпер Сразу же Появляется Для Веги Очень Кстати Быстро Пикует Вега Не тратят Почти Время Дополнительно Видимо По стратегии У них Все идет Все Хорошо Ну и Ожидаем Последние Баны От обеих Команд Винстрайк Сейчас Нужно Избавляться Судя по всему Также От какого-то Неприятного Еще одного Саппорта Против команды Вега Сквадрон Ну а Самим Вега Скорее всего Нужно Избавляться От мидера Против команды Винстрайк Винстрайк Почти все Время Своё Потратили Приза Вот идет Уже Дополнительно Но у них С другой Страны Будет Время Подумать На счет Последнего Пика Еще себе Что подзабрать Ну что 10 секунд Времени И сейчас Мы узнаем Что отправится В бан Это Баратрум Вчера мы Видели Как Вильхиор Исполнял На этом Замечательном Персонаже В паре С Дарксиром Отлично Работает Стратегия Баратрум Был Вездесущим Но Да В теории Мог Появиться У команды Вега Сквадрон Но К сожалению Отправился В бан Ну и Ожидаем Последний Бан От команды Вега Против команды Винстрайк У Веги Еще очень много Времени Тем более Что у них Сдвоенный И бан И пик Поэтому Могут Сейчас С умом Подойти К этому Делу Ну что Если Мидер То Какая-нибудь Лина Я не знаю Смотрелась Вы вполне Себе Неплохо На центральную Вот Полторы минуты Времени Еще есть И в итоге Избавляются От Шадоуфинда Ну Вообще Да Под РП Смотрится Неплохо Можно Неплохо Раскастоваться Прямо В эпицентре Ну и опять Мета Последнего Времени Когда СФ Играют Через Вот Эти Самые Гривсы Тоже Крайне Полезен Персонаж Что Ласпиком Появляется Дарквилл По итогу Для Вега Сквадрон Ну и Что-то Нужно Взять Против Эмбера На центральной Линии Если Конечно Это Вдруг Действительно Не из-за Разряда Фантастики Какой-нибудь Магнус Но Что Маловероятно Магнус Из ряда Фантастики Да Ну На центральной Линии Я имею ввиду А ведь Когда-то Это было Вообще Мейнстримом Но К слову Говоря У Магнуса Было Нет Это Шторм На центральную Линию Если Окунуться В историю И Посмотреть Когда же Магнус Был Мидером У него Урон С РП Был Огромный Ну то есть Относительно Того Что И Сейчас И Как только Он получал Шестой Левел Он мог За счет Прокаста В принципе Героя Убивать Сейчас За счет Прокаста Магнус Вряд ли Кого-то Убьет Скорее Под Дизейблет Более того У Магнуса Было Ну типа Не баг А фича Он Во время Скьюера Мог Кастовать И бить Еще То есть Там Магнус Покупающий Артефакты На урон Он Давал РП Давал Скьюер Во время Скьюера Успевал Сделать Один Или Даже Два Удара И Там Потом Еще Шок Вейв Еще Удар И Все Разваливалось Ну Это Был Имба Тогда Магнуса Брали На первый Пик Ой Ты вспомнил Прям совсем Какие-то Бородатые Времена Для Ретроспективы Что ли Какой-нибудь Сюжет Неплохо Про Какой Был Магнус И как Он Менялся В течение Времени Было Время Когда Вроде Был Периодически Даже Бывали На Корпозицию Брали Именно Когда Он Был Фармящий Да И Сейчас Иногда Знаешь Там Он Подсоберет Если Подсоберет Слоты Может Подраздать Но Задача Магнуса В этой Игре Будет Импауер На Сайлента И Вперед Ну Или На Грату Тоже Кстати Говоря На самом деле Брюймастер Если У него Нет Ультимейта Он Просто Бьет С руки Или На 25 Уровне Он Жесткий Очень Интересно Как Виверно Сыгра О Не Виверно Это Прошу 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 Фе Да Тарквилу Главно Не давать РП Под себя Как Мы Вчера Видели Шейкером Который Кставал И Слама Разочек Было Там Радиков Прожег В кустах Но Все Я К тому Что Это Такие Ключевые Ультимейты И С Большим Откатом Который Нужно Беречь До Последнего И Давать На Верочку Да Ну Магнус Очень Жадный По этому Герое И Слабый На Линии Вот Он Вначале Ничего Не Может Да Если Он Выходит В Блин Даггер Если Он Там Его Команда Ведет То Этот Ультимейт Становится Очень Страшным Но Если Он Этого Персонажа Это Его Монопул И Монореген У Него Практически Нет Монорегена Очень Монореген Он Дает Там Три Шокуэйва И Все И Мана Заканчивается Ну Вот Взял Себе По этому Кучу Мангусов Лил Великий Лил Великий И Ужасный Ты Хотел Сказать Да Великий Лил Ну Я Рад Что Он Вернулся Обратно На Нашу землю Так Скажем Обитал Да Были слухи Что Там Чуть ли Не В Южную Америку Собрался Вроде Как Марсианская Квалификация Прошел Так Суб Поймали Фея Ничего Не Может Сделать Против Джаггера Это Для Нее Печально Но Джаггера Не Добивает Это Для Него Печально Да Заканчивается Действие Баттлфюри Прошу Прочнее Блэдфюри Немножко Завис На Секунду Но В итоге Не Забрали Собода Здесь Потратили Еще Артик Берн И Лил Скивером Попытался Что-то Сделать Но Ничего Не Смог Никак Никак Не Могут Здесь Скивера Нет Ничего Нет Баунтиру Забирает Лил Нонград Забирает Здесь Шок Вейва Нет Есть Скивер Да Никак Уже Не Удастся Подцепить Дарквиллу И Обошлось Без Жертв Что По итогу 2-2 Поделили Баунти Нет 3-2 Лил Забирает Еще Вега Себе 3-2 Вряд ли Прошу Прошу Прощение Блин Только Начало Первая Игра У меня Перлы Залетают Это Впервые В истории Доты Состоялся Размен 3-2 По Баунтиру 2-2 Не Су Да Форум Мы поделили А вот Гурин погибает Внизу Да Загулял Немножко Дарксир И его Здесь Наказали Но Сложно От Такого Убежать Учитывая Что у тебя Скивер Еще не Прокачан Скивер Скивер Прокачан Сурж Да Сегодня Будет Веселый Эфир Это Только Первая Игра Из Потенциальных Шести Нормально Я Сейчас Исправлюсь Прошу Простить Надо Просто Настроиться Максимально На игру Да Но Тем Временем Уже Первую Кровь Сделали Винстрайк Молодцы Здесь Конечно Пытается Точнее Попыталась Дарфил Отвести Крипов Но Они Дали Этого Сделать И Джаггернал Продолжает Пармить У Сталин Это Все Замечательно В Миде Все Отлично Слушаю Эмбера Ну Правда Не так Уже Сильно Приседает И Шторм Относительно Него Буквально Пара Крипов Разница На топе Довольно Больно Нонград Но Нонград Должен Жить Да Нонград Этот Терпит Вот Получается Дранкен Браулер Только Сейчас И С ним Уже Будет Попроще Сейчас Вот Модно Вкачаливать Вот этот Вот Синдербрю На первом Левеле Кидать его Не знаю Кто эту Моду Ввел И почему Мне казалось Раньше Что все Качают Дранкен Браулер Но нет Не все Ну В общем Тяжелая Ситуация Да Тут Лил пытается Замедлить Фею Он ее Замедляет Но все равно Она бежит Быстрее Чем Ему Хотелось Забирает Из под носа Инвиз В этот момент Гурин фармит И Вынуждены Стать Триплой Но Эта Трипла Не настолько Сильная Чтобы Сделать Что-то Даже С даблой Героев По большому Счету Потому что Ну Вот что Может Магнус Да ничего Ну вот Подойти Может Побить Есть Андерстрайк Гурин Идет До конца Дерется Наступает Брандл Мэйс На эфир Подвез Двоих Неплохо Лил Гурин Еще один Удар Погибает Но Размен Произошел Для обеих Команд Улетает Нечем Ну И Разменялись Прогнали В итоге У нас Получается Дартира Правда Ценой Саппорт Команды Если бы У меня Была Фамилия Гурин Я бы Нашел Девушку С фамилией Лаган И Взял бы Двойную Фамилию Там Вообще Гурин Ну Да Извините У меня Почему-то Гурин Это Ассоциация С кем-то Знаешь Из Властелина Колец Представляешь Ты вот Это провернул Комбинацию Приходишь В паспортный Стол А тебе Там Говорит Женщина Ну Там Вообще То Гурин Было И ты Такой Нет Все Зря Ну Насколько Я знаю Что Вообще Можно Поменять Фамилию На Любую Какую Заходишь Можешь Себе И Такую Сделать Тогда Можно Не париться Можно Не париться Так У нас На топе Продолжает Избивать Анград Довольно Больно Кстати Бремастера Но Правда Там Еще Четыре Стика Имеется Фарифайр Скушает Если Что Так Что Нормально Начну Разворачившись Продминает Спейси Да Разминка Идет Ну Вообще Если Он Хочет На Фидить Или Куда То Отступить То Самое Время Ну Слушай Он Хочет драться До конца Такое ощущение Потому что Время Врывается Криты Прокают Прогоняют Отсюда Виверну Виверне Довольно Больно Виверна Есть фаска Просто Сейчас Ну Как бы Баунти Руны Скоро будут Спавниться И Если Сейчас Брюмастер Быстренько Не зафидит Ну Я не знаю Что делает Нонграда Я Не понимаю От слова Совсем Ну Погибает На данный Момент Как минимум Отправляется В таверну Внизу Проблемы Гурина Баунтир Спирит Обращает Обратно И Гурина Пока что Живет Сушку Дауни Да И Отправляет В тавенки Линксприк Кстати Ужалил Ничего себе 3-0 Вот он Магнус Так А что По итогу Сейчас Баунтируны Будут Появляться Там уже На хосте Я слушаю На топе Штормсприт Находится Но Не пойдет Скорее всего До Баунтоса И должны По идее 3 забирать Винстрайк Себе Прямо сейчас Да еще Одно забирает Нофир Неплохо Арканцы Тем временем Появляются Для Лила Теперь По мане Проблем быть не должно Так В это время На топе Опять Ну как опять Просто прогоняет На угроту Но он как бы Не против Вот крипы Пушатся Уже По таверам Стоят Так что Проблем С ласки Быть не должно Одного добил Еще одного Добьет Наверное Сверху Нонграду Так Неплохо Пробивают Но Не могу понять Вот Для кого Такая ситуация Лучше Для Дарксира Или для Брюмастера Ну то есть Я про ситуацию Когда И Дарксир И Брюмастер Ну обе тройки Короче говоря Не дофармливают Хотя у Брюмастера По моему Даже и получше Ситуация И как мне кажется Брюмастеру Поменьше нужно То есть Если взять Дарксира На шестом уровне То он почти ничего не может А если взять Брюмастера То у него уже есть Самое главное Его оружие Ультимейт Он контрит Того же Дарксира Собственно Ну обычно Правда И мы привыкли Видеть в последнее время Дарксиров Которые вообще Чемпионы по фарму У них все замечательно На линии Как правило Вот Но В этой игре У Дарксира Пока что все печально И тут ты абсолютно прав К шестому левелу Брюмастер Гораздо полезнее будет Ну то есть И без артефактов Тоже В общем то Поэтому Дарксиру Нужно сейчас Что-то придумывать Где-то Как-то набирать Шторма А нет Не шторма Дизрук Не шторм А ты Дизрук Убирай Да Нофер здесь Вгибать должен Очень легко И под аркан руны Там потратил Меньше маны Быстрее все откатит Приятный фраг Ну а ЛТВ Пока что сместился По фарм Лесов Вполне себе Пока что Есть ботл Отправляется на базу Да Шторм Жадный герой Шторму Нужно Много артефактов А здесь его еще Есть чем ловить Поэтому Момент такой Ну фир просто Получает экспириенс Главное сейчас Не показаться Что он здесь есть Ну как бы Ладно Не пошел за ним Дальше GPK Хотя Мог пойти Так Фея Фея погибает Слишком далеко Задайвили Очень вовремя ЛТВ перетянулся Ну мне казалось Могут убить Мог просто вкинуть Там все ремнанты Или два хотя бы Ремнанта вкинуть В этого дизраптора Но просто побоялся Эверспирит Что куча людей Перетянется Эмберспирит Куча людей Перетянется И убьет его Сыграл слишком аккуратно Сыграл слишком аккуратно Сайлант Топ Нетворс Шторм Опережает Эмберспирита Магнус идет С опережением И Брюмастера И Дарксира Вот насколько все круто У этого Магнуса Получилось У него уже арканы И 670 монет Это Вообще интересно Почему у него все так круто Ну он Три фрага Как минимум сделал Да Вот он очень полезный Был на линии Постоянно напрягал Того же Дарксира Не давая ему фармить И хороший перформанс Получился от него В это время Тут кстати на руне Подловили ЛТВ Но как подловили В итоге тут Обошлось без жертв Хороший вард Снимает защищенную фир Зарабатывает Плюс денежки Дабл демаж В итоге лежит внизу Кстати к нему Уже выдвигается шторм Ботл у него имеется До 6 левела Немного осталось На вграте На топе Тоже нужно дополучить И вот с 6 Можно будет и подраться Возможно где-нибудь Интересно где Где они Только где вопрос Да Негде Пока что Потому что все фармят И стоит с другой стороны Есть небольшое преимущество У команды винстрайк Там в виде 1000 золотых Но это не сказать Что прям уж Супер много Я думаю что Как только Бремастер 6 Получит Если он захочет К нему перетянутся Или он куда-то Сможет стянуться Место в общем найдется Тем более Шторм делает тп Там нажимает ультимейт И вот он уже В нужной точке Очень быстро Цепляю джагера Ну это просто Разминка легкая Если вот так вот Ничего не происходит Кому это выгоднее Ну с одной стороны Джаггер под Магнусом Это конечно жестко Ага Вот сверху Перетяжка я вижу Атака на тролля Бремастер уже Разложился И шторм здесь Да вот Со штормом Скорее всего заберут Я думал что Вдвоем возможно Не хватит ресурсов Мне все таки Погибает у нас Тролли Контролят еще Винтер Виверну И Спейси тоже Должна отправиться В таверну Даблкил для ЛТВ Да очень легко Вот как раз Под шестой уровень Бремастера Он даже не стал Никуда ходить Просто на месте Нажал ультимейт Забрали одного Забрали второго Ультимейт реализован Преимущество получено Главное там Сейчас что не подцепили Ни Сайлента И он Да практически готово Все верно Он продолжает здесь Конечно аккуратненько Стоять по таврам Получает экспо Вот уже пятый левел И у Лил Так все замечательно Там драка Возможно будет сейчас На баунти руне Сайлент Есть у нас Краун Хорошо прожимает Блэдфюри Забирает еще Руну богатства Отлично Но правда здесь Четыре героя Команды Вега Еще Брамбл Мейз И Сайлент Скорее всего погиб Можно ультануть Было но он решил Что Ну там первая ульта Такая Хотя Ну ладно Мне пожадничал Очень сильно Там Ультимейт все равно Б его не спас Вряд ли он кого бы Кого-то убил А вот Просто уйти он мог Но вместо этого Он остался И решил забрать Баунти руну В итоге по баунти рунам Ситуация Ну конечно баунти руну Он забрал Но она того не стоила Кэрри все таки Самый отфармленный Персонаж на карте Даже на 10 минуте Лучше было отойти Но это не так критично Пока Лил 1600 600 уже имеет Жадный Жадный лил Да там вниз Перетяжка идет Ребята из команды Винстрайк Сейчас Будут Пытаться Ловить кого Тарквилов например На глимс Подловят Есть Брамбл Мейс Спейси здесь Врывается ЛТВ Кастуется Террорайс Ну Винтер Виверна Скорее всего До таверны Отправляется Так Еще и тролля цепляют Еще его Глимсуют Можно попробовать Закрыть Но нет Нету Кератик Филда Как вариант Есть Умни Слэш Еще один Удар Даже потратили Умни Не тратить лишнее Время Не возиться С ним Да Тем более Он еще и Подразвалить Мог кого-то Под ультимейтом Ну В общем Забрали и забрали Тролль действительно Пока без ультимейта Непонятно почему Мног Мог этот ультимейт Сэкономить время Не отправляться В таверну Мог уже дважды В принципе Шансы были Выжить Под ультом Все таки там Лайфстил Там Ну Не качает И не качает Ладно В любом случае Неплохо Все складывается Для винстрайка Они уже 3000 золотых ведут Продолжают набирать Артефакты Я смотрю Сайлента уже Яша появилась Осталось дождаться В идеале Конечно же Шестого левела Для Лила И я так понимаю В шестом уже И блин по доске У Лила прям Все супер замечательно В этой игре Пока что Причем Все выглядит Ну Не слишком Как-то Гипертрофировано Вроде как И у Лила много Но и Брюмастер Вот его там Сверху оставили Он пару фрагов Сделал Он свое взял Шторм с Джаггернаутом Имеют много То есть Не сказать Что Лил У кого-то Что-то наворовал Он безусловно Забирал фарм Но Корм фарма хватает У Брюмастера Больше чем у Дарксира У Ну первая Вторая позиция За Джаггером Штормом Ну что Блинк Ну вот сейчас Вот оставить Лил должен сказать По хорошему Да-да-да Я думаю Там и было сказано Что ребята Мне там осталось Совсем чуть-чуть Дайте мне этих Вот парочку крипов Забрать Последнего Кентаврика Сейчас А пока втроем Под дабл дэмэдж С Кайей Очень сильный Шторм Десятого уровня Три маны в секунду Взялся Видит Дарксира Летит на Дарксира Дарксир Ускорение Кентавр подходит Но получает Сайленс От Дизраптора Винтерскерс Пошел Но Террорайсы Его никто не бьет Это очень плохо Было сейчас В итоге Шторма все-таки Дается забрать Какая-то непонятная Комбинация Получилась Погибает В итоге ЛТВ Забрали Также еще Дизраптора Разложился Нонград На ультимейт Контролирует Пока что Здесь Эмберспирит Убегает Пандоренами своими Но там Сопровождает Уже Дарквиллоу Ждут пока Закончится ультимейт Я так понимаю Еще Утро Искурс от краун И у Нонграда Проблемы Врывается Лил Пока что Всех пугает Рфа не дает И хорошие Фисты залетают От товарища ГПК И это еще один фраг Заберут еще Лила Лила тоже Отправляет В таверну Как же сейчас На фижен Отминстрайк Погоня продолжается За Салентом Салент Он не слэш Кастовал Пока что Танкует Все неплохо Эмбер И теперь У Салента Проблема Есть Кушат краун Очередной Он стоит В стане Очень битый Также Вега Врывается ЛТВ Вернулся Уже Обратно Боже Какая Безумная Просто драка Наверное Заберут ГПК Или нет Под суржом Он убегает Верно Хочет добить На эфир Но на эфир Живет На стиках Уходит Да Действительно Безумная Драка Но Да Получился Но проиграли 2000 золотых В сумме В целом Винстрайк Потому что До начала Драки Было 3000 Преимущества Сейчас Всего лишь Одна Осталась 1000 золотых Какое-то семейное мороженое Получилось От Лила Он просто Я не знаю Почему-то Замер Застыл Не стал давать РП При этом Все равно Ворвался Магнус Сыграл В этой ситуации Не лучшим образом Прямо скажем И из-за этого Продолжилась Вот эта вот Драка Ну и в целом Она для Винстрайк Была плохая Вот мы видим Они с Лиле Если учитывать Что началось Все с врыва Шторма Да Когда они забрали Драксир Крепас Доминатор Отдали Шторма Это уже минус Потом еще Еще И все больше И больше отдавали И Эмбер Такому размену Очень рад Вот он подтянулся К Шторму Флотную Ну да В целом Неплохо Там в миде Но у Фира Проблемы Это будет Соло фраг Я так понимаю Да Драквилл оформляет Тут у нас Вилл Нужно укатываться Есть флэп От Монграта Неплохо Терра Райс Неплохой РП По двоим Погибает Драквилл И нужно бы Сейчас в идеале Конечно забрать ГПК Но я боюсь Что возможно Контроля здесь На него не хватит На него Реминанты Закончились ГПК Бежит отсюда Откидывается Отлично Сами привязал Двоих Живет Что-то ГПК Странное Тоже сделал Под себя Ремнант кинул Из-за этого Чуть не погиб Но в итоге Отпустили его Продолжает Харасить фистами Харасит Также Виверна С Плинтербластом Очень хорошая игра Драквилла Забирает В Дисрапторов Соло Выбили РП У Магнуса Тоже неплохо Да Стоит сказать Мы вот Про комбинацию Которая была использована Террорайз И Винтерскерс Я честно говоря Даже не знал Как это будет выглядеть Но выглядит это максимально Убого Потому что герои Соперника неуязвимы Они Стоят и смотрят на цель Под Винтерскерсом Но при этом Из-за Террорайза Они ее не бьют Они не могут бить Под Террорайзом Они типа как пытаются Убежать Но не могут Из-за Винтерскерса То есть Интересно Механика дота Получается Винтерскерс Получается Больше страха Ну то есть Ну то есть Ты вроде бы в страхе Но убежать не можешь Да Но при этом Бить не можешь Тоже То есть Здесь Что-то перекрывает Что-то И самое главное Что Какой вывод можно сделать Что делать так не нужно Потому что Ну Герои и так Будут стоять на месте Только они еще Будут бить центрального В редких случаях Знаешь Когда тебе нужно Просто как можно Дольше всех продержать В стане Там герои на лохо пэт Кастуешь эти две Комбинации Все стоят Потом продлеваешь Но это На грани фантастики Как правило Все-таки лучше Убить одного Потом еще Террорайска стануть Чтоб все Развернулись И бежали Это оптимально будет Тысяча преимущества 9-11 Счет Я бы сказал Что равная игра идет У нас Вот после этой серии ошибок Да Есть Магнус Отфармленный Но как мы видим Магнус уже проигрывает Фея Которая тоже Неплохо поднялась Пусть Брюмастер опережает Дарксира Но Дарксир Потихоньку Потихоньку Получает свое Да Салин Также продолжает Фармить Постоянно получает Баф от Магнуса У него уже имеется Монтостайл готовый Дальше будет выходить Молнии Полноценные ЛТВ тоже Уже потихонечку Обрастает артефактами Появился первый Обливиан Став Скоро появится Корхид Такими темпами Это для феи Потому что Ну как сказать Для феи У феи это уже Иул Из-за того что Она очень богатая На самом деле Фея Вот как мне сказал Вильхиор Фея сильна В тех играх Где ее нельзя Вот просто Взять и убить То есть существуют герои Которые не дают ей Уйти в Шадоу Реал Или Им пофиг на Шадоу Реал Ну да Тут Лила Подцепили ГГ Ну тут слишком быстро Слишком много урона Тут без шансов Было для Магнуса Ничего страшного Да Еще один фраг Тролль подпушивает Снизу Преимущество Все еще Одна тысяча золотых Но оно уже Потихонечку Сходит ближе к нулю Потому что мы видим Что там график Постоянно скачет И Вега нагоняют Тут у нас уже Тролль выходит на Т2 Прожали Глиф фортификации Но он играет А в позиции Он правда с Медасиком Без блинка играет Вот Краски Что будет попытка Подцепить тролля Или как Потому что тут Затроллена вся команда Тут в спину заходит ГПК А ноуфир Привязали его Он стоит Брамбл Мэйзи Есть РП Конечно подвозит здесь Вражеских игроков Лил Но Лил просто стоит на месте Была У нас здесь Не Курса потрачена Просто у нас Подрачен Холденбрейс Если не ошибаюсь Нет Курсу тоже успели Пожать Но уже перед смертью Так Эмберспирит остается Эмберспирит сейчас Может много делов наделать Но его начинают Контролить Эмберспирита забирают Несмотря на то Что мало ХП у ЛТВ осталось Он все еще жив Буквально чуть-чуть Не хватает Чтобы его добить Это Тим Вайп Команды Вега Сквадрон Винстрайк Отлично провели эту драку Хороший РП от Лила Законтролил двух героев Ну и в целом Наверное Тяжеловато было Дайвить Вот так вот Позиция смотрелась круто У Веги Но они начали обходить С двух сторон вышку Это Ну было вроде бы Изначально смотрелось неплохо Но да По итогу оказалось Что под вышкой драться Совсем плохая идея Ну и Лила отлично отыграл По итогу Ну что ж Минус пять Сим Вайп И вот уже снова Четыре тысячи преимущества За Винстрайк Вот он Блингдаггер появляется Уже для Брюмастера Теперь еще Можно ему будет прорваться Правда ультимэт У него все еще Холлдауни Ой-ой-ой Там у нас тролль один Забежал в свой лес Но тут как бы три игрока было Команда Винстрайк Поаккуратнее И все же преимущество Пока не очень большое Вот сейчас очень важно Как законтролят баунти руны Четыре тысячи А это не перевес Смог Скан Хороший скан Ну поровну должны Поделить Да Поровну поделили Там Орхи появился Уже для ЛТВ Есть возможность Теперь кого-то выключать Например того же Эмбера Затыкать тоже Лишним явно не будет У него пока же нет Никакой защиты Эмбер, Дарксир Тролль Все эти герои без защиты Виверна Единственный герой защиты Это Дарквилл У которого очень много денег Самый богатый саппорт В этой игре Пока что это так и есть Ну что в смоках Отправляются в сторону топа Ну как я не думаю Что хватит ресурсов Чтобы забрать Вот сейчас Вот Манурату Манграту Есть Курсет Краун Подбегает сюда Гурин Ну он просто Раскладывается на Пандоренов И убежит Команда подтягивается Скорее всего будет Драка Да Подходит Джаггернаут Он идет вперед Он знает что его Просто так не забрать Дается Глимс от Дизраптора Сайланс Ноймбер Спирит А он не успевает Блинкануться Он как раз Использовал Ремнант Как-то Жестко получилось Конечно Гурин раздавил В итоге Манграта Просто через Блинк и Клэп Есть у нас Кинетик Филд Живет пока что Науфир Но его довольно больно Здесь пробили Квистами забирает его ГПК По итогу Отправляет в таверну В это время Подцепили здесь Дарквилл Собед Есть у нас Кузен Брейс Пока что живет Курса Неплохая Дарквилл все еще жива Успевает раскастовать Террорайс И вся команда Винстрайк отсюда убегает Заберут еще ЛТВ ЛТВ отправляется в таверну Манграт опять врывается В итоге 4 в 2 размен Шикарная игра От Дарквиллу Но этого даже близко Не хватило И Винстрайк одерживает Очень легкую победу В этой драке Ну я так понимаю Тролля не было И он даже вот Не дунул Вроде как и не планировал Участвовать в этой драке Он продолжает фармить У него только вот сейчас Появился Что у него Яша Пролетела полноценно Будет яш собирать Очень хорошо сыграла Виверна Подстраховала Дарквиллу У которой как раз Не было Яула И она получила Сайленс И Дарквиллу Потом за счет Террорайза Развалила Приятно то Что удается убивать шторма Самая большая Угроза это Джиггернаут Он под Эмпауэром Фармит уже очень долго У него 6-1-6 У него уже готова бабочка И как убивать Джиггернаута Непонятно Учитывая что он Всегда может нажать Блэйд Фьюри Ну вот попытка выйти на него Давайте посмотрим Блэйд Фьюри Это паут Все до свидания В это время Винтер Виверну Здесь забрали на перетяжечке Около руны В итоге Что руну инвизов Наглую забирает ГПК себе В ботал и убегает Привязал шторма Тролль пока Отфармливается Понимая что он Отстал от Джиггернаута Что у него есть БФ И фармит он В принципе не хуже На данном этапе Вот сейчас может Неплохая атак Получиться на шторма Но здесь слишком много Героев в Винстрайк И шторм Жесть Шторм чуть не погибает Налог ХП Вроде бы как живет Не должен догорать Да отправляется в сторону базы Забирают здесь Нет пока что не забирают ГПК ГПК тоже убегает Забирает пока что Только одного дезраптора Там по итогу Последней драки Выжил Эмбер С ума сойти Хотя казалось бы Да его сейчас Я думал что все Ему тоже Похорный отправлен Но нет Выжил Постратили еще и стенку От Дарксира Попытаются наверное Т1 забрать Винстрайк Правда в это время Внизу довольно сильно Запушилась линия И Т2 Т2 тоже ничего не спасет Да Т2 достается Ну тролль Осознанно Вообще абсолютно осознанно Он не приходит в драки Он просто продолжает фармить Так Подцепили Лила Лил Нельзя давать РП В одну фею И в итоге Лил падает Еще и Брюмастер Очень больно Его стягивают У него есть ультимейт Используется ультимейт Тролля в этот момент Забирает ЛТВ Вот это очень печально Для Веги Минус 2 И Виверну заберут Тоже это будет минус 3 ГПК уйдет Да Кидает еще Спейси Напоследок Винтерскерс Но никто Понятно Здесь Здесь понятное дело Виверну не отпустит Ну зато забрал Дизраптора За счет Винтерскерса И ГПК идет Под щитком Дарксира Очень много магического урона Сейчас главное здесь Не заиграться Дает ему маны А здесь он не слэш Если что Он не слэш хороший Залетает по ГПК И Салин оформляет Еще один килл Трипл килл в сумме И Монград выживает Заигрался Эмбер Не было у него маны Или возможно ремнантов На тот момент Но скорее всего маны На то чтобы перейти В ремнант не было А что же случилось с троллем Давайте посмотрим Сводку смерти Он просто получил Сайланс И умер Там на всю ману Я так понимаю Ворвался шторм Ну то есть потратил Симон на его убийство 550 Еще 420 Сорхида прокнуло Ну в общем Это была Очень неприятная ошибка Потому что Если бы тролль не умер Все это время фармил Вот этот размен Который был Он был бы не так плох А так получается Сайлант еще на пару тысяч Его переформил 8 тысяч преимущества Тут же заход на Рошана Тяжелейшая ситуация Для Веги Джаггера не пробить Помимо Джаггера Есть еще Шторм Которого тоже тяжело взять У него Юл и Аегис Сверху Это будет тяжело Да и 25 минута Всего лишь игры И уже столько Много денег По миду пока что Отправляется Сайлант Заберет здесь Скорее всего Пока что 2 Он правда 1 Дождаться Тимон К тому же Опять же Вот он 1 Но он дает Блэйд Фьюри Вот что ему Может помешать Нажать Блэйд Фьюри Только Терра Райс Ну или Винтер Скерс Но в Винтер Скерсе Его не убить Тоже Как-то очень тяжело С ним что-либо сделать Ну да Ну что Все в наличии Есть у команды Винстрайк За исключением Умни Слэша Который все еще Откатываться будет 50 секунд Самое главное Что есть РП А ну и вот Откатываться Сейчас ультимайт Убрематер Тоже будет наличие К следующей драке Т2 в итоге Падает в миде Ну и Куда дальше Либо вниз Можно перетянуться Там все еще стоит Т2 Правда линия Довольно сильно опушена Но по миду Пока не торопится В любом случае Так внизу Врывается ЛТВ Аймали Спейси Спейси Отправляется в таверну Глимс На топе Возвращает ГПК обратно Накрывает ультимейтом РП потрачено было ГПК нужно забирать Отличный фраг Делает в инстрайк Да Хороший фраг В такой ситуации Можно тратить даже РП Это будет нормально Для того чтобы Эмбер Не сплитил Это сейчас основная Такая сплитящая сила Эмберу по хорошему Быть здесь вообще Какие-нибудь травела Чтобы Фармить По всей карте Но Их нет И денег на них нет К сожалению да Денег нет Но вы держитесь Травелов тоже нет И теперь нужно как-то От деф играть В команде Вега максимально У них все еще есть Внешне один тавер Но тут уже по миду Готово заходить Я так понимаю Винстрайк Есть у тимойтон Грата Если что Умейтся он не слэш Потратили стенку Дарксира Тролль продолжает фармить Пока что в своих лесах Хочет себе Сатаник Стандартный Этим билд Ничего не остается Троллю кроме как фармить Вот просто Других опций нет Но понимаешь Что он сейчас Бесполезен Хороший Что ничего не сможет сделать Ну а в это время Ребята из команды Винстрайк уже внизу Ждут крипов И будут забирать Т2 Последний Заберут Т2 Следом Тир 3 нужно будет забрать И потом уже забирать Шрайна Или возможно даже попробуют При удачном раскладе Зайти на ХГ Здесь одна ошибка И Вега проиграет Винстрайк все контролирует Такая Очередная Одноколичная игра У нас пока получается До поры до времени Казалось Что какие-то шансы есть Но мы видим Что уже очень Супер перепармленный Какой-то сайлент Получается Так и ЛТВ нашли В лесу Но это Аегис Точнее минус Аегис Сейчас Кентавр Может по таймингу Попробовать застанеть И это шанс будет Так Хорошо Хорошо По таймингу застанел Красава Ну а по таймингу Тем временем Низ упал Команда Вега Сквадрон В принципе нормальный Размен Который думаю Минстрайк устраивает Разменяли сторону На одного персонажа Ну и саппорта На Офир еще отдадут Так тролль Брюмастер Находит Дарк Тир Получает Как больно Как больно Есть ультимейт Атон Граты Террорайз Пока что Джиггернаут В страхе Реверс Полярити От Лила Отличная Просто залетает Туда же Омни Слэш Как же больно Веге Сквадрона ГПК Нужно бежать отсюда Тролль Пока что живет Но надолго ли Вот в чем вопрос Отгоняют Закидывают в него булыжник Башики прокуют Я просто избиваюсь Сейчас тролля Тролль там я не знаю Тролля надо ультим нажимать И пытаться что-то сделать С этим Джиггернаутом У Джиггера через секунду Ну а тролль не нажал Даже ультимейт Получил баш Хоть один ультимейт От тролля был Вообще по-моему нет Я не помню Если честно По-моему нет Это жестко Сайлента никто не может пробить С этой бабочкой И с его слотами Лил подвозит Собеда Курьеру ГГ В итоге Джиггернаут Под Магнусом Уничтожил Да нет Да не только Джиггернаут Там как ты говорил И Брюмастер Под Магнусом Неплохо лица разваливал Баф получил И просто пошел вперед И избивал Даже не могу Вот сейчас Как ты знаешь Сказать Где был переломный момент Надо сейчас вспомнить Что у нас вообще Происходило в игре Был ли такой Переломный момент Так минимум В игре происходило то Что мы всю игру Не видели тролля Пока там Пытались Всячески навязывают Драки Винстрайк Удачные Тролль там продолжал Фармить Вот Причем По-моему Дважды он погиб Один раз его забрал ЛТВ в соло Второй раз Там он где-то еще Еще раз погиб Вот И в целом Была вроде бы Одна За всю игру Я помню только одну Хорошую драку От команды Вега Складрон Это как раз Где у них там Началась драка С Курсы И Террорайза И потом они забрали Там четырех игроков Команды Винстрайк Все Больше каких-то Позитивных моментов Я не помню Да Ну в целом Хорошая игра Получилась От Винстрайк Всю игру Проигрывали Вега По чуть-чуть По чуть-чуть Для себя я выделил Решающий момент Наверное Когда ЛТВ Тролля убил То есть там Вроде как Вырисовывалось То что тролль Может догнать Этого Джаггера Но уже преимущество Было какое-никакое Но вот после этой смерти Прям все стало Очень-очень плохо Ну и конечно 1.5 тролль 0.7 Дарксир Прям у коров Совсем не заладилось 1.0 Винстрайк повели Мы Уйдем на небольшой Перерыв Вернемся Ко второй карте Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова